Всем привет, друзья! Вчера вечером я приехал в свой родной город. У меня здесь очень важные дела. И я не знаю, как сказать. Я не хочу, чтобы это выглядело как какое-то хвастовство. Но это довольно-таки ключевой момент в моей жизни. И не особо вдаваясь в подробности, я расскажу, в общем, что происходит здесь у меня. Моя мама ухаживает за одной тетей. А тетя взамен за помощь моей мамы переписывает на нее свою двухкомнатную квартиру. После своей смерти, естественно. Ну, классическая схема. И в дальнейшем я даже думать не мог претендовать на эту жилплощадь. Потому что у меня есть сестра, а у сестры есть двое детей и муж. И как бы я думал, что эта квартира пусть достанется ей, так как у нее семья, а у меня ничего нет. Но, как вы знаете, у меня умирает папа, и моя мама остается совсем одна. И у нее остается в собственности трехкомнатная квартира, собственно, в которой я сейчас и нахожусь. Моей маме, по ее словам, трешки очень много. Она просто не в силах за ней ухаживать и поддерживать чистоту и порядок. И поэтому мы в семье решили так, что моя сестра с ее детьми переезжает в трешку. Моей маме на материнский капитал сестра покупает гостинку небольшую, 18 квадратных метров. А после смерти той самой тети мне достанется двухкомнатная квартира. И на тот момент, когда я только об этом узнал, я очень обрадовался тому, что у нас в семье все вот так вот хорошо разрешилось. Что нам не приходится кусаться и драться за недвижимость, как у некоторых людей происходит. И это очень круто, что у нас все так вот хорошо. Конечно, не на самых лучших обстоятельствах, но живым надо как-то жить и живым надо как-то не подраться и не покусаться. Такое, поверьте, бывает, что родные сестры и братья очень сильно ссорятся, когда в их жизни появляется вопрос о деньгах и делении имущества, наследства и все тому подобное. И вот буквально неделю назад та самая тетя, которая готова была после своей смерти переписать двухкомнатную квартиру на мою маму, умирает. Честно, я даже не знаю, радоваться или быть в печали, но с одной стороны у меня есть квартира, теперь двухкомнатная, а с другой стороны умер человек, но с другой стороны у меня есть квартира. Но я хочу сказать, что я не желал смерти этому человеку ни в коем случае, но жизнь такая, люди умирают, а квартира есть квартира. И эта квартира досталась мне. У меня есть квартира. И я тоже приехал, чтобы посмотреть на свою двушечку и сделать там ремонт. Поэтому мне в Лисозаводске придется задержаться где-то на месяц. В той квартире, как мне сказала мама, что там полнейший вообще просто трэш, просто блл. Я просто обязан туда зайти и снять свою реакцию на то, что я там увижу. Но я там не был и думаю, что мама мне немного приукрашивает то, насколько там все плохо. Та женщина, которая умерла, она уже давно болела и всю свою жизнь она была хламщицей. Как это правильно назвать? Ну, когда все собирают с помойки, с мусорки, тащат себе в квартиру. И это все в первую очередь надо выкинуть, убрать, перебрать. А дальше уже сделать ремонт. И я хочу эту квартиру сдавать. Поэтому я сейчас одеваюсь и иду смотреть, что там за квартира такая. Сегодня капец не выспался. Ну че, погнали. Итак, зашел я уже в подъезд. Подъезд, кстати, довольно-таки ухоженный, чистый. Вот она дверь моей квартиры. Многообещающе выглядит. Но мама мне сказала, что там полный трэш. И вообще там все разгромлено. И там столько мусора. И давайте открывать. Сначала посмотрим на мою реакцию. Потом я уже покажу вам, что в этой квартире. Господи, как я волнуюсь. Все, я захожу. Но перед тем, как я охренею от того, что ждет меня в этой квартире, я рекомендую подписаться на канал моих сибирских друзей. Горячие головы. Настоящие викинги попадают в реальное время. Вы когда мы такое видели? Нет! Ссылочки на их соцсети, инстаграм, ютуб и порнохаб, вы найдете в описании под этим роликом. Порнохаба? Нет, я пошутил. Твою мать! Я думал, тут все гораздо лучше. Тут есть свет. Я думал, здесь все гораздо поприличнее. Мне точно тут придется провести месяц не менее, чтобы сделать здесь какой-то ремонт. Я даже не представляю, как его здесь делать. Что это вообще такое? Просто какой-то склад. Ну, смотрите, кстати, неплохое пластиковое окно зато есть. Я-то думал, здесь что-то нормальное более... Фу-фу-фу. Я даже... Воняет чем-то. Мочой воняет. Тут у нее были кошки, у этой тети. Вот все провонялось. И это при том, что моя мама здесь уже убиралась целую неделю. Она выносила мусор уже здесь целую неделю. И тут все равно такой срач. Тут просто надо все взять и выбросить. Это не квартира, это просто какая-то... Это просто какой-то бомжатник. Как тут люди могли жить? Целая комната шмоток. Так, давайте, в общем, посмотрим, что здесь... Что здесь есть с самого начала. А то я просто на эмоциях от того, что... Итак, здесь находится первая комната. Вот такая вот по квадратуре. Сами все видите, да? И еще тут балкон. Стоят санки и просто какое-то сено навалено на полу. Что-то как-то вообще не камерфон. Кухня. Два холодильника. Один холодильник вроде так ничего. Пластиковое окно. Какие-то серванты. Еще холодильник. Печь электрическая. Умывальник. Ложки, вилки. Всякой жачки. О, это... Духовочка маленькая или что это? Ну, срач конкретный. Бардак. Это все надо выбрасывать. Еще одна печь, кстати. Шкафчики. Какая-то фигня там лежит. Я все это буду показывать дальше. Как я все это буду разбирать. Сколько всяких шмоток. Керосиновая лампа. Керосин. Еще керосин осветительный. 26 сентября 97 года. Ребята, вы вообще когда-нибудь видели такое. И новый керосин. Бутылка керосина и новая керосинка. Она прям не использовалась ни разу. Просто раритетище. Очень много коробок. Тут у нас дальше идет вот такой вот коридорчик. Пум. Там туалет с бойлером. Неплохо. В принципе, если все... Если всю плитку содрать и сделать полностью ремонт, то неплохо. Дальше ванная. Комната. Плитку уже где-то ободрали. Или сама отвалилась. Вот такая ванна. Опять шкафчики здесь в коридоре. С чем-то непонятным. О, всякого хлама. О, как я буду в этом во всем ковыряться. Скипидар. Скипидар сульфатный. Столько всякой советской шняги здесь. Фу-фу-фу. Вот я буду лазать тут. Всякие инструменты. Прикольно. Что здесь? Вата! Смотрите, сколько ваты. Ха-ха-ха. Что в этих коробках? Ребята, это будет очень интересно. С этим совсем разбираться. Там еще есть шкафчики. Это мы оставим на потом. И я вам все-все покажу. Смотрите, всякие штуки здесь. Это что вообще? Непонятно. И еще одна комната, получается, вторая. Здесь очень много вещей. Здесь все завалено просто до потолка. Манекены. Телевизор. Коробочка от телевизора. Всякие журнальчики. В общем, здесь очень много всего, ребята. И я в следующих роликах буду показывать, как я все это разбираю, как я все выкидываю и как в дальнейшем я здесь делаю ремонт. Бюджет у меня небольшой. Я, скорее всего, просто где-то шпательком замажу, подмажу и покрашу. Ну что, отваливается, я все оторву. В общем, здесь перво-наперво надо сначала все убрать, выкинуть. Посмотрим вместе с вами, что будет с этой квартирой. Кассетный плеер. Sony. Видимо, батареек нет. Карты. Всякой-всякой ерунды. Часы рабочие. Одеколоны. Все в шкафчиках лежит. Все целое. Здесь еще что-то. Тоже медикаменты. Вся эта коробочка. Банки. Знаете, раньше банки ставили? Ставили кому-нибудь банки в детстве? Вот мне интересно. Я даже не знаю, сколько здесь придется работать, чтобы привести эту квартиру до состояния, когда ее можно сдавать. Я думаю, что это будет очень интересно. И поэтому, ребята, если вам понравился этот ролик, этот ролик, видимо, получился не очень большой. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И следите за тем, как я буду здесь ковыряться, все разбирать и делать здесь ремонт. Потому что здесь действительно очень много интересных всяких штук. В шкафчиках там покопаться. И это довольно-таки неплохая альтернатива заброшкам. Потому что здесь не конкретная заброшка просто. Как будто бы попал в какой-то Чернобыль. Когда люди поспешно покинули свою КВ. И оставили дофигища своего имущества. Это будет очень интересно. И поэтому подписывайтесь обязательно, ждите продолжения. Скоро оно будет. Ну, а на этом у меня все. Я даже просто не знаю, что еще сказать. Мы уже вроде как все посмотрели. А в деталях мы посмотрим дальше. Ладно, я много базарю! Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok